Когда отъявленным квадрофологам становится скучно просто так исследовать бездорожную природу, они устраивают соревнования. Сейчас мы с вами в концентрированном режиме пройдем 10-часовую экстремальную гонку от старта до самого финиша, а потом добьем остатки своих сил еще кое-чем интересным. Слабакам и нытикам здесь делать нечего. Сегодня мы проводим соревнования по GPS-ориентированию на кубок экстрем-клуба. Это линейная гонка вокруг Долгобродского водохранилища. Водохранилище в этом году хорошо разлилось, поэтому точки будут мокрые, соответствовать будут летнему сезону. Будет жарко, влажно, весело. Самые спокойные минуты этого дня. Утро перед стартом. Все что-то там копошатся, проверяют обмундирование, запасы необходимых вещей и исправность своих пепелатцев. У меня единственного вот такой глушитель наверху. И глушитель не заливается вода. А потом у меня еще квадрик плавает. Я их сегодня покажу. Кто-то глубокомысленно решает маленькие, но непростые ребусы. Единственное, у вас не получается ракурса, если вы подъехали к точке жопы. А можно поподробнее с этого места? На номерах клеим. Посматриваем возможные варианты подъезда к точке, для того, чтобы скомпоновать кадр за раз. Не только хвостовой частью подъехать, но и переднюю частью, чтобы можно было к точке подъехать. Возникают нюансы. Хотели сломаться? Починиться? Как у вас команда называется? Тау-Ту-Экстрим. Час едем, два пиздим. Группы поддержки уже начали болеть за участников. А участники, честно говоря, как-то особо не напрягаются. Слушаем интересный поход. Очень тяжелый. Помогите мне вот эту штучку вот туда. Вот эту штучку туда? Я уже одной рукой это делаю. Скажите пару слов. По накатами, по накатами. Ну мы приехали здесь занимать первые места, чтобы все было конкретно. За этим и приехали. По-другому вы и поехали. Сразу такой серьезный вид. Первые места. Понятно. Пожелаем что соперникам? Соперникам не доехать. Сверхта? Помнилась. Все покажет трасса. Только трасса. По-другому ничего не бывает. Главное не место, главное участие. Человек, чтобы был хороший. Ммм, как? Картина умиротворения довершает наш лидер по пофигизму Барон. Бароша! На этом оплоте морального равновесия наш пролог можно считать завершенным. Поехали уже. Через 4 минуты построение. А можно еще раз? Давайте еще раз. Берегите себя. Соблюдайте правила. Не топите квадроциклы далеко от базы. Дорого это будет их вытаскивать. И не пытайтесь переехать в Долгобродское водохранилище. Да, Игоря? Да, Игоря? Не пытайся больше переехать по воде. Ну, я в самом узком месте, если так. 3, 2, 1. Первое КП порадовало и спортсменов, и зрителей. Хитрые организаторы разместили его в двух шагах от старта, прямо в речке. Первая же команда в составе Ефремова, Игоря и Мусина, Евгения дала на нем джазу. Суть в том, что в навигаторе участников залиты координаты 25 точек. Их нужно последовательно найти, подобраться к контрольному пункту как можно ближе и для доказательства отсутствия халтуры прям там сфотографироваться. Одной рукой участник должен задевать КП, другой держаться за квадроцикл. Второй квадрат должен быть максимально рядом. Сцеплять лебедку за КП запрещено. Маргарита, за столбик лебедочкой! Правильно я подсказываю? Не знаю. Надо за столбик лебедочкой. Мне кажется, вы подначиваете. Да, естественно. Молодец. Да. Игорь и Женя на КП-1 выполнили программу «Максимум». Искупались, испачкались, один квадрат сломали, второй перевернули. Даже понадобилась помощь техничке. Красавцы. Стояни, работает сзади на криво. Весело. Как вы себя чувствуете? Отлично, как обычно. Квадрат, все. Аляус, нет? Нет, поехали кататься. Поедем дальше? Только не быстро. Вы помогать или злорадствовать? Помогать. Полный привод. Главное. Команда «Зайцы» в составе Саитова, Антона и Калимулина Вячеслава на КП-1 решили попытать счастье от другого фланга. В отличие от первых участников, спортсмены не стали пренебрегать золотым правилам трофиста. Сначала пощупай ногами, а потом уже ехай. Правило благополучно помогло избежать печальной участи команды номер раз. А вот и обещанный трюк с водоплавающим квадратом от Андрея. Ай, красиво плывет. Болото начинается на подходе ко второму КП. Вроде и мишень контрольной точки, вот она совсем близко. Но чтобы добраться до нее, попотеть приходится изрядно. Все происходящее даже вдохновляет на художественную самодеятельность. Правда своеобразную, но очень экспрессивную. Команды стартуют с интервалом в 7 минут. Брать точки не по порядку нельзя, а вот пропускать можно. Участники должны сами оценить свои силы и решить, стоит ли штурмовать тот или иной участок, ведь им еще нужно уложиться в контрольное время, а это, напомним, 10 часов. Команда под стартовым номером 2 Карлыханов Вячеслав и Грибов Николай поступили стратежно. Решили не мучить технику и не тратить время на первой точке, а сразу рванули на передовую. Благодаря маневру они пока что лидеры гонки. Задачку с подвыподвертом получили спортсмены при взятии точек 9 и 10. Первыми на место прибывают наши лидеры Николай и Вячеслав. Доплывают до 9 КПМ и, как ожидалось, ведутся на шутку организаторов. Вот 10-я. Для нее всего лишь 10 метров. Но зато... Так, конечно, на карте не видно, что это водохранилище. И что оно развелось. На карте указана речь. Ну что, поделаешь? Не все так просто. Ну я понял. От плавания в болоте ощущения остаются самые незабываемые. Одежда намокает и становится в два раза тяжелее. В сапогах у вас, в зависимости от высоты сапог, по 2-3 килограмма воды. Ноги ступают на что-то странное или вообще проваливаются в никуда. А вот сама водичка в болотце тепленькая, хоть и пахнет какой-то субстанцией. Некоторые особо фанатичные зрители сопровождают участников чуть ли не по всей трассе. У Алексея всегда самые интересные и хорошие гонки. Воды много, грязи много. Как погода вообще? Говно. Погода козел. Погода козел, пыл бы дождик, было бы лучше, не было бы пыли. Также, как и вторая команда, попались на удочку с 10-м КП Юрий и Антон. От далекого плавания их удержал вид моторги, который недвусмысленно намекнул, что глубина в водоеме как бы немного не для квадратов. Как дела? Я водюной, я водюной. Восьмая точка, это было здесь. Все в том же злосчастном районе точки номер 10 обнаруживаем сразу несколько команд. У зайцев проблема – накрылись все навигаторы. Приходится не отставать от конкурентов. На следующем КП встречаем довольных происходящим лидеров. Едут, радуются, все у них хорошо. Не менее хорошо у Антона и Андрея из команды «Хамовники». Команда, названная именем Московского района, где проживал Лев Николаевич Толстой, идет ровно. Собирает все точки подряд. «Понтоделы, да?» «Ну, как бы, да, спонтуются, конечно. То есть они же еще не знают, что самое интересное впереди. Оказалось, особое мужество спортсменам нужно проявить в том, чтобы вовремя остановиться, оценить результаты и успеть завершить гонку до закрытия финиша. Пересилить себя удалось не всем. Совсем не всем. В общем, вовремя финишировала только одна команда. Но, как говорят сами участники, результат тут не главное. Главное – порезвились от души. А напоследок на 22-м КП особо увлеченные порадовали нас смачными кадрами. Спасибо! Что вы здесь делаете? Это наша последняя точка сегодня. Очень замечательная, красивая точка. Как вам там сидится? Хорошо, я так спотел, что я просто прохлаждаю. Я думаю, что у нас сегодня мероприятие знаковое, потому что оно первое. 31 квадрик участвует в соревнованиях. На площадке разгрузилось порядка 50 квадриков. Еще 19 не участвуют. Просто зрители, которые приехали посмотреть и прицелятся на будущее, я считаю, что достаточно неплохо. А на следующий день случилась еще более мощная жара. И тут очень кстати пришлись грязевые ванны. В личный зачет на Мудрейсинг пошли самые стойкие и отвязные. Гонка в бассейне с оранжевой жижей проходит по принципу сетки. Стартуют два участника. Кто первым проплывет туда и обратно, тот молодец. Проходит в следующий этап. И так до финала. Ну? Все отлично. 26 резина. Куролит. Регром двигайте. Оставшихся в живых организаторы решили добить кантри-кроссом. Нормальным таким, с препятствиями и трамплинами. Ну а что, гулять так гулять. Хотели экстрима? Получите, распишитесь. И на заметку тем экстрималам, кто еще почему-то не участвовал в подобных соревнованиях. Обязательно попробуйте. Впечатлений будет масса. Самая главная хорошая компания. Обязательно. Это счастье. На следующий день, когда возвращаешься, работаешь, домой ешь. Такое ощущение, что мозг из тебя вытащили сортовой лопатой. Он настолько свободен от всех проблем. От всего. Продолжение следует...